Xpeng Motors – ведущая китайская компания по производству электромобилей, которая разрабатывает и производит автомобили, которые легко интегрируются с интернетом и используют последние достижения в области искусственного интеллекта. Инвесторами для данного проекта выступили Alibaba Group и Xiaomi Corporation. И поэтому можно с уверенностью утверждать, что данный бренд станет успешным творением и популярность данного электрокара не заставит себя долго ждать. А теперь давайте обо всем по порядку. С момента открытия процесса бронирования в апреле Xpeng зарегистрировала более 15 тысяч предварительных заказов на P7, что является хорошим знаком для потребителей, которым так понравилось то, что они увидели. Экстерьер P7 легко выделяется из толпы, имеет гладкий обтекаемый вид с плавными изгибами, спрятанными дверными ручками и бескаркасными окнами. Модель также может похвастаться круто наклоненной панорамной стеклянной крышей и вертикальной задней частью. Спереди располагаются две узкие фары, соединенные друг с другом узкой светодиодной полоской. По обеим сторонам бампера располагаются блоки, предназначенные для установки противотуманных фар. Задние фонари выполнены в виде светодиодной полосы. P7 предлагает интеллектуальную кабину с современной приборной панелью во всю ширину, высококачественными аудиовизуальными средствами окружающего мира и роскошной обивкой и детализацией. Кроме того, модель имеет двухспецовое рулевое колесо с камерой. Здесь присутствует круговое освещение, премиальная аудиосистема и кожаные сидения NAP. Электрокар оснащен активным круиз-контролем и электронными помощниками, следящими за соблюдением полосы и осуществляющих функцию автоматической парковки. В X-Pen будет интегрирована функция автономного вождения уровня 2.5. Тем не менее, она будет иметь аппаратное обеспечение в автомобиле для установки систем уровня 3, до которого они планируют обновлять автомобиль с помощью программного обеспечения в течение года после запуска автомобиля. Электрокар будет поставляться в стандартной комплектации с последней версией X-Penq X-Pilot, которая включает в себя 12 ультразвуковых датчиков, 5 высокочастотных радаров Bosch 5-го поколения миллиметровой волны и 13 автономных камер вождения и использует NVIDIA DRIVE XAVIER, самый продвинутый автономный чип NVIDIA, а также топовый процессор Qualcomm Snapdragon 820A. P7 будет предлагаться в конфигурациях с задним приводом и полным приводом, причем полноприводная модель будет высокопроизводительной версией. В дополнение к заднему двигателю мощностью 196 кВт в версии с полным приводом прибавится передний двигатель мощностью 120 кВт, который увеличит время разгона P7 от 0 до 100 км с 6,7 секунды для базовой модели до 4,3 секунды для полноприводной версии, согласно Xpeng. Это дает полноприводной P7 тот же показатель, что и полный привод Tesla Model 3 Long Range. И это актуально, так как эти два автомобиля, скорее всего, будут конкурировать в своем классе. Заднеприводный P7 имеет запас хода 650 км, а полноприводная, высокопроизводительная версия рассчитана примерно на 550 км. Однако хорошо известно, что тест дальности действия NEDK далек от точности в реальных условиях вождения. Согласно нашему калькулятору, при образовании дальности эти цифры должны примерно переводиться в диапазоне EPA около 450 км для модели заднего привода и 390 км для полного. Когда батарея разряжена, P7 может зарядиться от 30 до 80% заряда всего за 28 минут. Автомобиль также способен подзарядиться до 120 км дальности после 10-минутной зарядки. Шасси P7 было совместно разработано X-Peng и Porsche Engineering и было настроено как немецкими, так и китайскими командами. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,236, что является самым низким из всех автомобилей китайской марки. В стандартной комплектации электрокар поставляется с непрерывным управлением, демпфированием, трамвозной системой Brembo и невероятной звуковой системой с 18 динамиками. Говоря о стоимости электромобиля, то он будет намного дешевле Теслы. Ценник будет стартовать с отметки 38 тысяч долларов в базовой комплектации. А самые дорогие версии обойдутся в 52 тысячи долларов. Напомню, что электромобиль будет представлен в 5 различных комплектациях. На этом все, спасибо, что были с нами. Если вам понравился наш обзор, рекомендуем подписаться на канал.